Шаббат шалом, лекулям! Мы сейчас находимся в недельной главе, которая, пожалуй, одна из самых известных во всем мире. Много фильмов, много произведений, мультиков снято на тему, как Иосиф встречался со своими братьями в Египте. Вы наверняка помните всю эту историю, и обычно мы говорим о ней очень просто. Вот, братья пришли, покаялись, подошли к Иосифу, Иосиф расчувствовался, но это достаточно долгая история. Если мы посмотрим, как эти братья пришли, и что эти братья говорили, 30 стих 44 главы. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока», вы помните, он попросил оставить младшего брата, «с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб». Это те же ребята, которые, ну, относительно недавно, какое-то количество лет назад, другого брата спокойно продали в Египет. И они же говорят такие вещи, что, погоди, если мы сейчас оставим с тобой брата, отец наш умрет. Что-то в них изменилось. Мы можем много говорить о значении слова «покаяние». Мы можем выбирать разные лингвистические такие, что вот, там, повернуться на 180 градусов, или так, или иначе. Но если мы сведем к смыслу, то смысл такой, что, если мы говорим о том, что что-то изменилось в их жизни, в их поведении, в их мировоззрении, вот этих самых братьев, вы видите, они уже другие. Это не те самые люди, которые продавали Йосефа в Египет. Что-то в них внутри произошло. И вот это что-то ведет к тому, что Йосеф открывается перед ними. И он говорит, я Йосеф. Все нормально. И вот этот самый, пожалуй, один из самых эмоциональных пиков книги «Берешит», один из самых таких ярких, он основан на покаянии. И покаяние братья, они не хотят отдавать младшего брата Иосифу, потому что они стали воспринимать мир иначе, они стали воспринимать чувства других людей иначе. Они уже думают не только о своей поколебленной гордости, да? Кому-то дали цветастые одежды, а мне не дали. Кому-то дали гуманитарку, а мне не дали. Кому-то дали красивую медальку, а мне не дали. Уже их мировоззрение строится, а что будет с тем человеком? Что будет с Отцом нашим? Они мыслят чувствами и желаниями близкого им человека. Это то, я верю, что Господь хочет от каждого из нас, чтобы мы где-то могли себя выносить за скобки и посмотреть на картину в целом. И посмотреть, а вот от этого моего действия, от этого моего действия, что изменится? Как будет реагировать окружающая среда? 45 глава, 7 стих. Иосиф говорит такие вещи. Бог послал меня перед вами. Когда он их утешает, когда он говорит, все нормально, хватит плакать, все хорошо, вот я Иосиф. Он говорит, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Великое избавление порождается великим покаянием. Великое избавление приходит тогда, когда есть вот это изменение мировоззрения, когда есть вот эта готовность к великому избавлению. И интересно, что мы можем долго рассуждать, а почему Иосиф вдруг приглашает их, и они приходят в Египет. Ведь мы знаем, что будет дальше. Мы знаем, что какое-то время они просуществуют хорошо, будут благоденствовать, но потом рабство, потом 40 лет в пустыне, потом гибель людей многих. И мы удивляемся, но почему Иосиф так сделал? Может быть, он не знал, ну, понятно, не знал, но есть еще один ответ. Потому что иногда мы смотрим с нашей точки зрения, вот есть причина, есть следствие, но у Бога нет времени. Все, что для нас еще не свершилось, для Него уже произошло. И поэтому иногда следствие становится причиной. Иногда то, что в будущем, на самом деле является причиной того, что произошло в прошлом. А в будущем – рождение нового поколения в пустыне. Как должно было что-то произойти в сердце братьев Иосифа, так что-то должно было произойти в сердце всего народа для того, чтобы войти в землю обетованную, для того, чтобы родилось новое поколение. И это путь. Вы знаете, что первых верующих в Ишо их не называли христианами. Не они себя так не называли, их потом начали сторонние люди называть так. Но они называли себя последователи пути. И этот путь – это тот путь, который Господь показывает нам. Путь к восстановлению взаимоотношений. Путь к восстановлению разбитого, утраченного. И смотрите, этот путь на примере маленькой семьи экстраполируется на путь всего народа и дальше на наши с вами судьбы. Нужно ли нам сегодня проходить 40 лет пустыни, страданий, мыслей вот этих, а где там наш брат, что мы наделали когда-то в детстве? Или же мы можем прочитать и научиться на чужом опыте? Иногда нам нужно проходить какой-то путь. Но в этом есть утешение, что даже когда что-то происходит непонятное вокруг, даже когда происходят какие-то странные вещи, даже когда происходят какие-то, ну может быть, даже и печальные вещи в нашей жизни, это не означает обязательно то, что мы на неправильном пути. Возможно, это необходимый участок пути, который нам нужно пройти, чтобы что-то изменилось, чтобы что-то произошло. Но дальше будет та точка, куда мы идем. Иногда нам кажется, ну, странно, почему так? Когда я со своей бабушкой общался, и она пожилой человек, ее уже за 90, и мы затронули тему Холокоста, катастрофы, и она сказала такую вещь, говорит, я в это время потеряла несколько своих братьев, сестер, говорит, и это для меня очень болезненно. Я говорю, ну ты понимаешь, что возможно, если бы не все это, сегодня бы не было государства Израиль. Она говорит, а мне все равно, моих братьев нет. Тяжелые вещи, которые иногда нам приходится проходить, нам трудно их принять, нам трудно их увидеть со стороны. Но это то, чему нас учит Берешит, это то, чему нас учит вот эта глава, это то, чему нас учит вся история Израиля. Да, мы пришли вот в эту... Может быть, у него были планы свои, помните, он говорит братьям, попросите там землю Гесом, скажите то фараону, скажите это фараону. И так происходит, им действительно дают эту землю. Возможно, у него какие-то строятся планы, там что-то строить на этой земле, как-то там развиваться. Может быть, как некоторые предполагают, он хочет там свой Эр-Сес-Рейль построить, неправильный. Может быть, кто его знает. Но и это оказывается частью плана, правда, не такого, как Иосиф предполагал. И все для того, чтобы потом пойти в пустыню, страдать. Но в этих страданиях рождается новое поколение, которое увидит землю Божью. Давайте те странные, иногда тяжелые вещи, которые в нашей жизни случаются сегодня, мы будем воспринимать с точки зрения вечности, как бы трудно это ни было. Давайте мы взглянем на все со стороны, доверимся Богу, и посмотрим, где-то, может быть, надо нам измениться, где-то что-то в нашем мировоззрении поменять, а где-то понять, что есть общий план Господа. Каждый поворот судьбы, который сегодня кажется нам удивительным, непонятным и даже неприятным, неизбежно ведет к исполнению плана Творца, если мы Его дети. Я думаю, что нам стоит делать паузы, останавливаться, бросать взгляд в прошлое, это правильно, оценивать, на правильном ли мы пути, туда ли мы идем, сверяться с GPS, как сейчас мы часто делаем в машине. Но помимо этого нам нужно и смотреть на Божий план, и понимать, что иногда не все будет гладко, не все будет просто, но если мы доверяем Ему, наши жизни все равно в Его руках. И однажды мы обнимемся с Ним, как братья обнялись с Юсефом. Возможно, будем плакать, возможно, откроем полностью наше сердце. Какие-то камни упадут, какие-то твердыни рухнут окончательно, но Его любовь будет касаться наших сердец. Слава Господу! Давайте помолимся и попросим, чтобы Господь дал нам утешение, когда это нужно, и сил дойти путь до конца. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты взял нас с нашими проблемами, с нашим мировоззрением, с нашими предубеждениями. И Ты коснулся наших сердец и исправил их по милости Твоей и продолжаешь исправлять. Мы признаем и знаем, что мы недостаточно святы, недостаточно хороши, что мы все еще люди и у нас много чему стоит меняться. И мы просим Тебя в милости Твоей изменяй нас, в любви Твоей изменяй нас, чтобы не погибнуть ни нам, ни близким нашим, но чтобы нам войти в дом Твой, в план Твой. Помоги нам идти Твоим путем, Господи. Помоги нам утешаться и смотреть на Тебя, даже когда вокруг трудно. И если мы пойдем даже долиной смертной тени, сохрани нас от зла, сохрани нас от гибели, сохрани нас от греха. Мы просим Тебя, Господь, сделай нас новым поколением, чтобы нам не умереть в пустыне, чтобы нам не погибнуть Боэнца на середине пути, но чтобы нам дойти до великой и славной награды Твоего Царства. Мы прославляем Тебя и доверяем нашей жизни в Твои руки. Во имя Ешуа Машеха. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok